Военная пятиборья для Анастасии Конопко сразу и спорт, и дело всей жизни, и большая любовь. Она говорит, что иначе никаких результатов не получилось бы. Ведь в этот вид приходят только сознательно, и только те, кто понимает, что справится с кроссом, бросками гранаты, плаванием с препятствиями, стрельбой из боевой винтовки и полосой препятствий. К слову, сейчас Анастасия входит в число сильнейших девушек именно в этой дисциплине. Было как-то случай, что я пробежала на соревнованиях, первый раз еще когда было, я пробежала на соревнованиях эту полосу. Мало того, что, естественно, она мне понравилась очень, что я с детства люблю лазить езде, где-то на заборе посидеть и так далее. И потом, когда я просто поставила результаты свои, которые у меня получились, с результатами, которые имеют девчонки в сборной России, ну, точно в тот момент я уже показала лучший результат в России, и с теми результатами, которые имеют вообще в мире, я поняла, что я могу лучше. Несколько лет тяжелейших тренировок, и вот бронза на чемпионате мира после декрет рождения дочки и снова в бой. На первые сборы Анастасия уехала, когда маленькой Майей было всего 8 месяцев. На первый раз, конечно, ждать было тяжело, как ни крути, все равно ребенок очень маленький. А вот сейчас, когда уже поехала, ну, естественно, она уже большая, он звонит мне, она берет трубку, отобирает, начинает разговаривать со мной. Ну, и, в общем, проблем с этим нет. То есть я знаю, что есть поддержка и со стороны родителей, то есть бабушек, дедушек, и со стороны семьи своей непосредственно. Конфликтов дома у Анастасии не бывает, ведь ее муж Алексей еще и ее тренер. И все сложные спортивные задачи ребята решают вместе. К слову, готовиться к международным соревнованиям в Забайкалье очень трудно. Нет элементарных условий для тренировок. Здесь, ну, стараешься не трогать препятствий, которые требуют для себя, ну, какие-то определенные усилия для того, чтобы на них тренироваться. Ну, то есть, понятное дело, вот, например, стенка двухметровая или еще какие-то там препятствия, которые стационарно стоят там, конечно, ты по ним лазишь, все это оттачиваешь свое мастерство. Ну, насчет остального просто заменяешь, ну, различными ОФП. А заменять приходится почти все, и не только на полосе препятствий. Плавание мы тренируемся в бассейне СКА. Но препятствия водных у нас есть, но они тоже находятся в плачевном состоянии. И, ну, в общем, они причиняют вред бассейну, если их стаят, то есть там, и они ржавые, там, и так далее, и так далее, и поэтому мы этого тоже не делаем. Однако результатов, вопреки всему, добиваются. Так, благодаря усилиям, в том числе и забайкальской спортсменки на чемпионате мира, наша женская сборная впервые за 20 лет услышала гимн России. Мы слышим эти звуки. Для нас родные, да, как бы, естественно, мы поем, и, ну, слезы бегут, оно невольно, то есть, ощущения, но, ну, очень приятные. Ну, приезжаешь, соревнования подобного рода, и тебе хочется иметь всю одежду с надписями «Россия», с флагами, там, и так далее. В следующий раз Анастасия будет защищать честь страны уже в начале сентября, а своих учеников она готовит к чемпионату России 2017. Цель для них – пробиться в сборную страны и, наконец-то, получить возможность тренироваться нормально, не пропуская обязательные международные снаряды. Алена Ведерникова, Константин Васильев, ЗАПТ-ТВ.